дорогие мои друзья здравствуйте сегодня я хочу показать вам как я выпекаю печенье и приспособление для выпечки печенье первым делом мне нужно вот такое тесто я достала его из холодильника она у меня пролежала там два часа и делала я его на яичных желтках я вам показывала как это делается и ссылочку оставлю в описании под видео кому интересно заходите смотрите вообще считается что тесто на желтках песочная но самое лучшее теперь что нам понадобится для выпечки печенья конечно же формы у меня есть вот такие формы мне их подарил сынишка он одобряет мою деятельность ему нравится что я чем-то занимаюсь не сижу сложа руки на пенсии когда нет работы основной поэтому в принципе он меня поддерживает и морально и вот таким образом вот эти фигурки для пряников вот такие вот это для того чтобы можно было их поставить на кружечку вот видите рисунок есть у нас здесь вот такой фирмы вот эти формы я еще их не пробовала использовать но постараюсь сделать в ближайшее время и естественно конечно же покажу и вам теперь у меня есть вот такие вот формочки здесь у меня их четыре вида они крупные вот это вот относится к этому набору вот такой набор он считается в принципе рождественским и здесь есть и елочка и сердце и звездочки и рыбки то есть все на свете и рождественская звезда здесь много чего есть я в основном пользуюсь сердечками звездочкой и вот такими кругляшками для выпечки печенье сейчас в данный момент ну естественно когда рождество то можно воспользоваться и остальными формами еще нам для выпечки печенья по на понадобится вот такая мука ну и нужна нам естественно вот такая скалка скалка нужно любой женщине я считаю так но это шутка ну что ж приступим к изготовлению печенья вкусного песочного печенья и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Друзья мои, расскажу вам еще один момент. Тесто нужно раскатывать, во-первых, ровно, для того, чтобы при выпечке печенье в духовке равномерно выпекалось. То есть, если будут, вот допустим, вот так, как у меня одной толщины, одно печенице. Сейчас покажу и другой толщины. То, значит, вот это выпечется раньше, и оно начнет подгорать, чем вот это. Вот это получится у нас, наоборот, недопеченным. То есть, старайтесь сделать так, чтобы пласт был ровным. Это я делаю для себя, чисто для себя, и для того, чтобы показать вам, дорогие мои друзья, как я это делаю. Поэтому я работаю без перчаток, ну и немножко не соблюдая технологию. То есть, видите, как у меня получилось неравномерно раскатанное тесто. Друзья мои, стараемся экономно вырезать сердечки, ну или фигурки вообще, чтобы место, расстояние между ними оставалось как можно меньше. Потому что вот эти вот обрезки второй раз использовать можно, но в третий раз уже не рекомендуется, потому что лишний раз песочное тесто, любые, хоть на желтках, хоть просто на яйца, и его лишний раз нельзя. Поэтому использовать вот эти вот обрезки в третий, в четвертый, в пятый раз нельзя. Печенье получится твердым и нерассыпчатым. Поэтому экономнее, как можно экономнее. И второй раз мы еще используем вот эти обрезки, но в третий раз уже мы этого делать не будем. Друзья мои, вот так я расположила наши печеньки на противне, застеленном пергаментной бумагой. И теперь я отправляю их в духовку на 8-10 минут. Вот и прошло 10 минут. Я вынула печенье из духовки. Вот такие они получились. На камере немножечко они, конечно, светлые. Вообще они такие чуть поджаристые. Вот такие они должны быть. Я уже одно попробовала. Печенье очень рассыпчатое и вкусное. Посмотрите, вот как оно крошится. Посмотрите, какое оно прелестное. Друзья мои, вот такое печенье у меня получилось сегодня. Очень вкусное, рассыпчатое. Я вам советую приготовить его дома. Во всяком случае скажу одно. Посмотрев в магазине на упаковку, из чего делается теперь печенье на производстве, я все-таки предпочитаю домашнее печенье теперь делать. Поэтому пробуйте, дорогие мои друзья. И у вас все получится. Всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!